Здравствуйте! Вы смотрите телевизионный альманах русского географического общества. А начнем мы нашу программу с события, которое по праву можно назвать знаковым для развития внутреннего туризма в Башкатастане. Уже третий год в селе Саргая на территории Башкирского государственного природного заповедника проводятся зимние игры Урал-Батыра. Спортивно-фольклорный праздник ежегодно собирает гостей со всей республики. По словам открывшего спортивный праздник Урал-Батыра главы районной администрации Рустема Шарипова, Бурзян – заповедный край. И люди, живущие в нем, бережно хранят не только родную природу, но и культуру своего народа, обычаи и традиции своих предков. Пример тому – жители села Саргая, работники Башкирского государственного природного заповедника. Три года назад директор заповедника Василия Янбаева решила возродить древние виды состязаний башкирских батыров, добавив в спортивную составляющую народный фольклор из башкирского эпоса Урал-Батыр. Поэтому во время спортивных игрищ любой желающий может принять личное участие и в конкурсе «Часов Урал-Батыра», придать эпосу собственной интонации. Важная составляющая праздника – возрождение традиционных игр и состязаний башкирского народа, различных видов этноспорта. Взять, например, старинную забаву башкирских батыров – Сукмар РГТУ. Для многих это состязание сегодня в диковинку. У организаторов даже возникли трудности по воссозданию в реальных размерах самого Сукмара – боевой палец башкирских воинов и охотников. Пришлось посидеть в интернете, чтобы Сукмар выглядел как настоящий. Его вес порядка 25 килограммов. Поднять и бросить его как можно дальше довольно тяжело. Нужна сила и хорошая физическая подготовка. Тем не менее, с каждым годом этот Сукмар в руках участников покоряет новые дистанции. Несмотря на кажущуюся простоту подобных народных игрищ, в их основу заложены мировые критерии физического развития сильного человека. У древних греков метание молота было олимпийским видом спорта. Он сохранился в атлетике и по сей день. А предки башкир молот заменили Сукмаром, который в быту охотников был грозным оружием. Другое грозное оружие башкир – лук. Именно благодаря ему башкирских конников во время Отечественной войны 1812 года европейцы прозвали Северными Амурами. Одной из главных площадок зимних игр «Урал-Батыра» стала площадка для состязаний лучников. Автор проекта Мерген Уксы, что в переводе с башкирского означает «меткий лучник», Юлай Галиулин уже много лет пропагандирует стрельбу из лука. Участник реконструкции битвы при Бородино, чемпионатов мира по стрельбе из лука Юлай с удовольствием приезжает и в Саргаю. Каждый участник состязаний одет в национальный костюм, присущий определенному башкирскому роду. У каждого свой лук и именные стрелы. Кстати, если в прошлом году участники стреляли из луков разных конструкций, азиатского, европейского, американского, на этот раз многие приехали с башкирскими луками, которые считаются эталоном этого грозного оружия. Сейчас появился у нас новый мастер из Псковской области, Асафан. И вот он начал сделать по нашему заказу луки «Башкорт». Вот это более приближенное к историческому луку. То есть по фотографиям, по чертежам, по гравюрам мы долго обсуждали, вели переписку с ним и таким образом начали выпускаться такие луки. Все лучники видят, что занимают места с такими луками, то есть есть результат, и начали приобретать такие луки. Ну и движение растет, и люди смотрят же по фотографиям, спрашивают, какие луки можно лучше использовать, какие это. И как бы мы отправлены к этому мастеру. То есть на сегодняшний день единственная проблема, конечно, у нас нет мастера в Башкортостане, который мог бы это делать, изготавливать. И вот, к сожалению, как бы мы обеспечиваем работой другого мастера из другого региона. Хотелось бы, чтобы такие мастера были у нас в Башкортостане, которые могли бы обеспечивать потребность. Потребность очень высокая, большая, потому что очень много детей занимается, очень много взрослых. Это спорт для всех же. То есть у нас и женщины есть, и мужчины есть. У нас самым взрослым 8-7 лет самым взрослому участнику. Это за эту латой из ученицка района. Поэтому спрос очень большой. Вот если бы какой-то мастер занялся, таких даже не один мастер нужен, а я думаю, 5-6 мастеров нужно. Потому что они ни в коем случае конкуренцию друг для друга не будут делать. А наоборот, вот эта конкуренция, она приведет к тому, что качество луков будет более высокое. Самым зрелищным и вызвавшим всеобщее восхищение стало показательное выступление членов Баймакского клуба конного биатлона «ЭЛАК». Клуб существует два года. В команде «ЭЛАКа», что в переводе означает «козерок», 12 спортсменов. Кстати, «ЭЛАК» – участник и призер всемирных игр кочевников в Бишкеке. Защищая честь России, баймакские конники заняли четвертое место и получили денежный приз в размере 350 тысяч рублей. Лихие наездники, показавшие участникам праздника конную спортивную игру «Обери козла», буквально взорвали зрителей. После показательных выступлений «ЭЛАКа» на снежном ипподроме Саргаи прошли и традиционные скачки. В них приняли участие работники башкирского заповедника. Лошадь для инспектора по охране животного мира – главный вид транспорта. Ни один башкирский праздник не обходится и без национальной борьбы «Кырэш». Зимние игры «Урал-Батыра» не стали исключением. Кульминацией праздника стало награждение участников зимних игр. Лучшим лучником, борцам и наездникам организаторы повязали «Бильбао» – пояса почёта. В древности у башкир это была высшая награда и признание. По мнению гостей праздника, у зимних игр «Урал-Батыра» большое будущее. Подобные мероприятия выводят на новый уровень развития этно-туризма и этно-спорта в нашей республике. И они должны поддерживаться государством, муниципалитетами, меценатами. Кстати, в этом году финансовую поддержку организаторам зимних игр «Урал-Батыр» оказало башкирское отделение Русского географического общества. У нас в России много народов, десятки, в общем, порядка двух сотен народов. А вот, на мой взгляд, башкирский народ, он особенный. Чем он отличается от других? Он очень близок к природе. То, что здесь Василия Хатовна делает, заслуживает максимальной поддержки. Русское европейское общество в данном случае уже участвовало в финансовой поддержке. Я думаю, эту работу буду продолжать. Художница из Казахстана, родина Батпенова, влюблена в башкирскую культуру. Саргайе она впервые и просто восхищена прошедшим праздником, его духом и искренностью. Башкортостан у меня связывает одна история. Я в 2014 году в городе Алматы впервые услышала группу Аргмак, услышала музыкальный инструмент Курай и влюбилась в этот звук и начала свой путь к Башкортостану. В 2015 году я переехала в город Ак-Тюбе, в свой родной город из города Алматы. И начала приезжать сюда в гости. Когда я была в первый раз, я была в музее, мне понравился нагрудник. Вернувшись в Казахстан, я захотела, чтобы были теплые воспоминания о поездке и придумала ручную роспись башкирского нагрудника на футболках, на одежде. Выложила все в Инстаграм, меня заметили и предложили со мной работать. Я теперь постоянно езжу здесь и расписываю всем башкиркам в футболке. То есть он двухсторонний получается? Да. Это вот дизайнерская работа, да? Да. Зимние игры Урал-Батыра – наглядный пример, как нужно развивать национальные виды спорта, воспитывать самосознание у молодежи, прибивать ей любовь к родным истокам, к родной культуре и языку. И что немаловажно, знакомить с ними гостей Башкортостана, туристов, пропагандировать террор башкирия в мире. Ядер. Русское географическое общество приглашает посетить Асквинскую ледяную пещеру. Вас ждет радушный прием в листевом доме. В сопровождении оптного экскурсовода вы совершите увлекательное путешествие в подземное царство ледяных скульптур. Спешите сделать селфи с хозяином пещеры, со снежной королевой и ледяными мамонтами. В Уфимском лектории Русского географического общества известный блогер и путешественник, амбассадор Уральских гор Олег Чагадаев провел презентацию своего проекта «Корона Урала». Горы самые разнообразные по горным породам и по возрасту пород. Значит, вспомнить гору Карандаш. За один год Олег Чагадаев одолел пять высочайших вершин Полярного, Северного, Среднего и Южного Урала. Его рассказ о восхождении на них вызвал огромный интерес со стороны слушателей лектория. Присутствующие почерпнули немало полезной информацией об Уральских горах. Свой рассказ Олег Чагадаев сопровождал шикарными фотографиями, сделанными во время экспедиции. Кстати, лучшие фотоработы автора легли в основу фотокалендаря, тираж которого разошелся в считанные дни. Суть проекта – восхождение на пять высших точек пяти районов Урала. От Полярного Урала до Южного. Соответственно, человек проходит, восходит на пять вершин и посещает условно весь Урал. Вершины Полярный Урал – это Пайер, Приполярный Народная – высшая точка всего Урала, Северный – гора Тель-Посис, Средний – гора Остлянка и Южный – гора Еремель. С одной стороны, это простые вершины, потому что они находятся на Урале, но находятся в трудосубных местах. Были и медведи, были и морозы, пурга, обморожения. Были сложности, которые, в принципе, все преодолел и за год зашел до всей вершины. Надеюсь, что проект будет жить, развиваться на благо нашего Урала, такого большого, длинного и разнообразного. Несем флаг РГО по вершинам Урала. В предыдущем выпуске «Теле Альманаха» я прононсировал путешествие в удивительную страну – королевство Бутан. Из экспедиции в Гималайи вернулся известный путешественник и писатель Камиль Зиганшин. Вместе со своим томским коллегой, выдающимся путешественником России Евгением Ковалевским, он посетил этот удивительный уголок Земли. Сегодня в нашей программе Камиль Зиганшин поделится своими впечатлениями от поездки. Как родилась эта мысль? Как долго ее вынашивали вообще? Почему она появилась у вас в мозгу? Посетить именно Бутан? Что такое для вас Бутан вообще? Ну, в Бутан я мечтал давно попасть. Самое закрытое королевство на земном шаре. Я понимал, что благодаря этому это королевство могло сохранить свою самопытность, свои обычаи, традиции в малотронутом виде. И я представлял себе поездку в Бутан как путешествие в прошлое. Посмотреть, интересно же посмотреть, как же раньше люди жили. Таких мест на земном шаре, может быть, больше и нет. Я близко познакомился на мероприятиях РГО с выдающимся путешественником. Это не потому, что я его считаю выдающимся, а есть статус не просто заслуженной путешественник России, а выдающейся путешественник России Евгения Ковалевский. Почему он получил статус в завистье путешествия к России? У него несколько первых прохождений в мире определенных участков и маршрутов, в том числе и по Гималаям. Я поделился своей мечтой с Евгением. Он оказывается влюблен в Бутан примерно с того же времени, как и я. Если я только мечтал, он уже действовал. Он был в Бутане неоднократно и сказал, что я собираюсь туда, в экспедицию, и пригласил меня поучаствовать. Комиссар Фруксович, если спроецировать сегодняшнее социально-экономическое положение граждан королевства Бутан на нашу действительность, какие положительные качества их общества можно было бы привнести в наш мир? Первое, что бросается в глаза, думаешь, вот бы нам так. У тебя есть же, Сергей? Да, есть, да. Дети есть? Конечно. Ты что делаешь? Все силы вкладываешь, чтобы дети хорошо выучились, были сыты, обеспечены всем необходимым. Ну, по крайней мере, квартиры и так далее. Оказываешь по мере возможности уже в зрелом возрасте и они в зрелом помощь. Король относится к своим подданным, там, Бутане, именно так вот. Он относится к ним, как к своим детям. Отец нынешнего короля, он в возрасте 50 лет сам добровольно по своей инициативе написал, во-первых, конституцию, создал двухпалатный парламент и добровольно передал корону своему сыну, довольно молодому тогда. Сейчас ему где-то 33 года. В Бутане два короля, вот, отец и сын по авторитету. И если сказать, что Бутанцы любят своего короля, это будет не точно. Потому что они своего короля, вернее, своих королей обожают, боготворят. Потому что они, так скажем, каждый год видят, что жизнь улучшается. Вот представь себе, Гевалайские горы, ну, там есть южная часть, более равнинная там, но средняя часть и северная, а средняя почти ненаселенная. Средняя часть, она довольно высокая, там горы, 3-4 километра. Ну, это пролично. Скальные ущелья, там каньоны. И король утвердил программу пятилетнюю, по которой правительство, местные власти должны построить в каждой деревне Блэк-Роуд, черную дорогу, асфальтированную дорогу. А это не проложить там... Ну, вот у нас из Уфы в Октябрьске, не знаю, по-моему, лет 20 уже дорогу строят. Да, если больше. Позор. Может, больше даже. Я поражаюсь. Вот темпом нашей стрельцы. Там за 5 лет в скальных породах вгрызается, прокладывает, асфальтированная дорога до каждого села. Те, кто живет в сельской местности, они освобождены от уплаты за электроэнергию. Король сказал, люди должны выращивать урожай. У него какой-то подход? У буддистов такой. Он истинный буддист. Ничего нельзя трогать, в смысле живого. Там запрещена охота, запрещена рыбалка. Мы там на одном острове стояли, смотрим, рыба кишит, но рыбать нельзя. Запрещена добыча полезных ископаемых. Запрещено использовать химические удобрения. Запрещено ввозить продукты ГМО. Для того, чтобы не загрязнялся воздух, король запрещен возить автомашины бэушные. Только новые. При покупке автомашины человек платит, допустим, машину стоит 900 тысяч рублей. Что интересно, наш рубль, их рубль, сокращенный, один в один. Удобно было. 900 тысяч машина, но ты при покупке обязан в бюджет королевства уплатить еще 900 тысяч. Налог. Налог. Эти деньги идут как раз на строительство черных дорог. То есть это определенный тормоз. У нас есть деньги, нет денег, сейчас же это, всех кредитуют, потом это, в судебной разборке, не может платить, давая машину и так далее. Там, если ты не в состоянии, ты должен сразу заплатить, вот, средняя машина – миллион 800. Разумный, в общем-то, подход. А деревни, у них не как мы привыкли, вот улицы, и там довольно близко дома идут, а на задах огороды. У них деревни, это вот, поскольку он всем своим подданным, те пишут заявление, обращаются к королю через местные власти с просьбой выделить землю. Король дарит бесплатно своему подданному землю. И земля – это не то, что там 10-20 соток, а 3-4 вектара. И они собирают 2-3 урожая. Они сажают картошку, пшеницу и рис. То есть, посадил он картошку, собрал хороший урожай. И звонит в сельсовет, ну, по-нашему, если говорить, там, муниципальное образование. И говорит, у меня вот 7 тонн картошки, прошу это реализовать. Приезжает машина грузовая с высокими бортами, загружает. И эта машина, ну, там, видимо, как-то это по времени организовано, не то, что персонально каждого там. А несколько машин едет на границе с Индией, на территории Индии, как мне объяснил проводник, находятся несколько ярмарок. Там этот чиновник или сопровождающий этот груз проходит аукцион и продает эту картошку. Возвращается обратно в провинцию, у них провинции, там, где-то 25, полпровинции. В провинцию возвращается и едет к этому крестьянину и говорит, вот, Абзе, тебе 240 тысяч рублей. Ну, если курс один к одному, 240 тысяч рублей, это же неплохо. Никакого обмана, да? Ну, да, это все, документарь, понимаешь, там, не надо, ты давай, там, я тебе 10 процентов отдам, там все фиксировано. У них цены все фиксированы, и за этим очень строго следят. То есть, получается, вот такая маленькая страна, она живет за счет аграрного сектора? Не совсем. Экономика, ничего. Экономика, правильный вопрос, мы тоже задавали. Даджи, у нас проводник был Даджи, его звать, его лет 35, у него двое детей, своя машина. Он, кстати, взял ее в кредит. У него нету двух-трех гектаров земли. Он занимается как раз сопровождением. Главный доход они получают с гидроэнергетики. Ну, если у нас, например, там, Волгу или Обтам перегородить, это пол области затопляет. Сколько деревень, сел, городов в том числе, бывает, там какие-то участки попадают под затопление. Там узкие ущелья, каньоны. Ну, поднимается вода, никаких трагедий нет. Большой перепад, хорошая мощность электростанции. Они избыток электроэнергии продают Индии, ну и другим государствам, те, кто нуждается. Возможно, и Китаю. Но, в первую очередь, все же они больше всего завязаны на Индию. Тем более, что был какой-то период, когда Китай, они пытались оттяпать у Бутана какую-то территорию. А может быть, и вообще Бутан, как Тибет под себя. Ну, руководство, король, видимо, провел переговоры с индусами. И они заключили договор о взаимопомощи и дружбе. И индусы выстроили несколько застав на границе, ну, на дорогах. На границе с Китаем, Тибетом. И, в общем-то, эта тема была исчерпана. Больше никаких попознавений не было. Что еще мне очень понравилось, как я и ожидал, они очень чтут свои обычаи. Вот традиции, обычаи, свою национальную культуру. Рассказ о королевстве Бутан мы продолжим в следующем выпуске нашего телеальмонаха. Пришло время прощаться. До встречи. Жду ваших вопросов и предложений на сайте Башкирского отделения Русского географического общества. rgo-rb.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова